Девушки отдыхают Взять их, взять! Ух ты! Вот она, каловая масса города. Вполне естественная реакция на вонючего лейнбургера. Это машинная граната. С часовым механизмом. Две. Две. Две бомбы в одной. Что верно, то верно, братцы. Этот червяк вздумал сделать подкоп под центром города. Он всегда находит самые слабые места и даже придумывает новые. Его надо остановить, иначе центр Чикаго провалится под землю. Врубаем рот. Эндрю! Спидемерские хорьки опять тут как тут. Ну, сейчас я им устрою. Винсент! Мыши-вайкеры с Макса. Азартные грызуны. Автор сценария Роберт Макферен. Продюсеры Роберт Хэчкок и Ричард Трубот. Режиссер Роберт Хэчкок. Блин, кажется, прилив начался. Спокойно, брат. Сейчас мы охладим этот жар фреоном из старого аккумулятора. Куда спешить, братцы? Теперь можно и полежать. На очереди полоумный доктор и немытый жердей. Свежезамороженные придурки. Разморожьте, ешьте. Вкус свихнуться можно. Кстати говоря, эта махина сейчас рванет. Так что уходим, братцы. Боже, как же трудно содержать рабочее место в порядке, когда здание заражено вредителями. Ну что? Нет. Здание восстанавливается в 54-й раз. Мой дорогой доктор, сдается мне, что эти несносные грызуны опять перекрыли движение нашей наличности. Вы снова превысили бюджет, ваша расточительность. Да, постоянное восстановление моей башни неопределенно может меня разорить. Разумеется, были и кое-какие личные расходы. Так, сущие пустяки. Неужели легенда Плутарка не имеет права на скромные побочные доходы? Согласитесь, доктор? Попросите прислать еще один перевод. Плутарка, ваша прогорклась. Это хорошая мысль. Нет, не могу. Верховный председатель мне все жабры повырывает. Нет, надо найти деньги здесь, на этой проклятой планете. Что? Ух ты, ух ты, ух ты. Это ж мой самый любимый певец в мире. Дуэйн Ньютон. Живьем из казино Дуэнья корова в Лас-Вегасе. Круто. Я потерял все шубы в Сан-Франциско. Забыл стакань и челюсть. Наш этого готов отблагодарить. Лас-Вегас. Казино. Рулецко. Этот жирный Боров подсказал на неплохую идею. Доктор, поднимайте нашу секретную свалку токсичных отходов со дна озера Мичиган. Мы построим на ней наш собственный Лас-Вегас. Точнее, остров потерянных денег для жителей Чигана. Какого прелеста? Корнеплодка от заведения для моих лучших и самых красивых клиентов. Спасибо, шеф. Ты и сам ничего. Это все мой новый одеколон. Я имел в виду мисс Шарли, Винсент. Спасибо, Энди. Вот видишь, Винни, рыцарский дух все еще жив. Хоть некоторые и пытаются его изничтожить. Только когда он того заслуживает. Эй, босс, смотрите, самолет, самолет, самолетик. Приветствую вас, друзья мои. Добро пожаловать на остров Лимбургера, в развлекательно-игровой комплекс, где сбываются мечты. Мои мечты. А ваши кошмары. Ну же, босс, дайте мне всего один шанс. Я знаю все номера двойна Ньютона вдали поперек. Некоторые только поперек. Но все-таки... О, Слег бежит! Мальчик мой, мы не хотим, чтобы наши клиенты потеряли аппетит, не так ли? К тому же мы уже заказали одного известного артиста. Доктор Карбункул, вы позаботились о том, чтобы у казино не было проигрышей? Чем скорее наши азартные кошельки, то есть клиенты проиграют все свои денежки, тем скорее я поправлю свое финансовое положение. Плюс, когда клиенты проиграются, я смогу использовать их болезненную страсть к азартным играм, чтобы убедить их переписать все свое имущество на меня и отправить ее на Плутарк. Жизнь — это лотерея, не правда ли? Игровые столы находятся под моим полным контролем, ваша тухлая неуемность. Пролестно, пролестно. Такими темпами очень скоро все богатство Чикаго и все его земли перейдут в собственность Лоренца, Локтавиуса, Олимбургера, то есть меня. Мамочка была права, жадность — это хорошо. Чудесный денек. Да, когда в мире все спокойно, остается совершить один геройский поступок. Я понял, старик. Поесть! Чикагские хот-доги! Боже мой. Братцы, похоже, нашу закусочную сносят. Какого черта? Старый глобрюх решил лишить нас хот-догов. Эй! Погнали! Ну ладно, посижу здесь, займусь вязанием. Отправим эту железяку в лутиль. Какая у него сильная изжога! Есть только один способ его вылечить. Надрать ему зад! Тройной объезд номер шесть. Начали! Да, знай, наши. Ну а теперь надо пополучить заслуженную награду. Не заслони-ка свет, а? Спасибо за помощь, ребята, но вам не стоило этого делать. Мы не позволим этой жирной рыбине снести твою закусочную. Она больше не моя, а... Лимбургера. Ты не издеваешься? Это он что, так шутит? Я свалял дурака. Я все проиграл в казино Лимбургера, включая закусочную. Я знал, что нельзя играть в эти дурацкие игры, но... Казино? Если им заведуют вонючие Камббала, то они с Лимбургером наверняка напичкали его незаконными устройствами. Нельзя отдавать ему закусочную. Ребята, у меня есть идея. А что если... Извини, дорогуша, мы предпочитаем дела, а не слова. Врубаем рок! Эндр Гафф! Три героя без царя в голове. По-моему, тут нужен план. Энди, а как добраться на остров Лимбургера? Трусы! Не знаю, зачем я это сказал. Нам давно нужна какая-нибудь клевая фраза для таких случаев. Да. Дамы и господа, с огорчением вынуждены сообщить, что запланированный на сегодня артист приехать не смог. Вместо него выступит сенатор Грязи, Бажирный, Соловей, мастер от стоя, мистер шоу-бизнес, собственный Берсваны. Встречайте, фантастический чумозоид! Спасибо! 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 Ой! 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 Да, спасибо вам, прекрасные зрители. И, маэстро, будьте любезны. Раз, два, раз, два, три, четыре! Я потерял все зубы, франциско! Я потерял... Мама, что за балаган они тут устроили? Мы знаем, что вонь рыба обманывает людей, но нужны доказательства. Я пойду разнюхаю, как он это делает. А я тогда попытаюсь его немного отвлечь. Чуть-чуть. Надеюсь, ты не собираешься играть? Никогда. В казино играют одни неудачники. Я привык побеждать. Да. Да! Винсент, они играют нечестно. Не волнуйся, я знаю все их фокусы. Помнишь, как меня называли нас на Марсе? Халявщик. Моторот. Сопрещение мозга. Виннин этих. Нет, нет, не так. Меня называли мистер ловкие ручки. Ой. Я этого не помню. Впервые слышу. Но это ваши проблемы. Мне нужна грамотная маскировка. Похоже, мистер ловкие руки потерял навыки. Я только разыгрываю сейчас. Можешь мне деньжат одолжить чуть-чуть? Фишки? Размен? Чихуахуа? Винни? Что? Блин. Дорогуша, ты-то что тут делаешь? А ты зачем напялил этот маскарадный костюм? Так надо, это... Это моя маскировка. Ну да. Вы совсем не выделяетесь от толпы. На сей раз не могу не согласиться с тобой, моя автослешерша. Эти нелепые наряды тут совершенно неуместны. Хотите, чтобы они лишились всех своих денег, ваша пикантность? Так я и знал, они мошенничают. Надо предупредить Винни и Мода. Ты куда ты не пойдешь, Проныра? Потому что ты сейчас обналичишь свои фишки навсегда! О, нет. О, да. Как приятно, что ты зашел к нам в гости. Как видишь, я позаботился о максимальном дискомфортсе. Да, видишь, да. Пытки? Думаешь, я раскалюсь? Нет, мистер Мыш, я думаю, вы умрёте. Тебе и пытка не понадобится. Я подохну раньше от твоей вони. В чём дело, Чарли? Я подумала, что вам может пригодиться моя обычная помощь, поэтому изготовила специальные фишки. Внутри синих камеры слежения. Вы поиграете, и мы выследим лембургера. А что делают красные? Они нужны на крайний случай. Это пластиковая взрывчатка с пятиминутной задержкой. Достаточно, чтобы взорвать весь этот остров. Ну вот, это я понимаю. Отлично, давай их сюда. Нет, не забирай все красные, ладно? Давайте-ка испробуем их. Какая ирония судьбы, неправда ли? Умереть от пыток собственного друга? Брата, если угодно. Сработало. Сканер показывает, что фишка находится в комнате за этой стеной. Десять против пяти, что это потайной кабинет лембургера. Это беспроигрышная пари. А теперь наш выход. Эй, вини! А, блин. Ну, как прежденный победитель вроде меня может проиграть? Наверное, автомат просто неисправен. Раз этот однорукий бандит только берет и никогда не дает, значит, его пора немножечко отремонтировать. Получай. Надеюсь, не слишком сильный, но... напряг. Пошли, брат. Это приманка для дураков. Но я вот-вот выиграю. Прошу прощения, ваше зловодие. Собщики нашего пленника собираются покинуть игровой зал. Проклячье. Как раз тогда конец так близок. Мне тяжело это говорить, но пусть автоматик. Выдаст деньги. Да, ваше желание — это закон, ваше аниме — это запущенность. Я выиграл, выиграл! Целая куча бабок! Я богат, 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 богат! Есть новость, мистер Удача. Сейчас эта фишка взорвется, и ты станешь мышиным паштетом. Выбрасывай фишку, парень, скорее! Ага, да, сейчас. Плохи дела. Скорее их надо выбросить. Они не выключаются. Бросай их в автомат. Скорее! Черт бы побрал эту дачу. Теперь я просто не могу проиграть. Хотите, чтобы фишки попали к Лимбургеру? Я знаю, как это сделать. Держись крепче, брат. Куда уж крепче. Ура! Ну, наконец-то я проиграл. Заметь, ты сам это сказал. Твои фишки сейчас взорвутся, дорогуша. Гони всех с острова, живо. А у нас есть кое-какие делишки. Остров сейчас взорвется. Все в самолет! Не надо, я больше не хочу. Не надо! Пора прикрыть эту шарашкину контору. Воздушная атака номер пять. Врубаем рог и мрёв. Общая тревога. Взять этих марсианских харьков. За ними! Мамочки! Держись, малыш. Держись. Держись. Двойной джекпат. Я туда хорошенько подумал и решил. Смываемся! Держись. О, да! Вот она, летучая рыба. И сейчас она почувствует земное притяжение. Крючок, леска и грузила. Врубаем рог и мрёв! И вот, башня Лимбургера открывается в пятьдесят пятый раз. Здание восстанавливается в пятьдесят шестой раз. Говорила мне мама, что такие дни наступят. Но почему они не кончаются? Озвучено по заказу «Дважды два». Движения «Движения» Cem?!?! Э��uri! Да. Ребята альбургера появился в две новые месяца «Движения»